Это глина обожжена. Это было не лентять. Так как мы жили на второй пустанай, я первый раз подавил корову. Это были впечатления, я сразу пошел и срепил у такого. Если посмотреть, он стилизован. Вот как раз вот эти линии, плоскости. Я вам внизу в цокоре говорил, что я нашел интересный стиль, который мне по душе. Можно увидеть его внутренний характер. С одного ракурса бывает прям копия, реализм. С другого ракурса скульптура уже немножко меняется. Не знаю как, но я вышел на российских звезд. Вам стало тесно в нашей области и на международный уровень. В России. Ну и написал я Анастасию, представился кто я. Чтобы человек был освящен делать такие барельефы. И решил сделать также серию икон. А что еще? Вот идеи именно здесь приход или где-то там в процессе работы? Вау. Я никогда не веду одну работу, я всегда веду параллельно еще две, три, четыре работы. Как вам сказать, что вот это вот некрасиво? Жизнь в нем есть. Как сказать, я просто не был готов к этому вопросу, но могу рассказать так, что, во-первых, Егор, как ни то другое ценит дружбу. Вхож именно в Масецкую, в огромное большое творческое сердце и пространство Егора Веслицева. По бокам добавить сюда, это да, вот это уже точно, Женя спустя там 7-8 лет. Конечно, конечно, я думаю, что каждый человек любит эксклюзив, любит что-то необычное. И если это викингском экземпляре, если это сделано, если не случайно для тебя, если ты вот это можешь с собой взять, носить, трогать, обнимать, бросать себя дома, то... Спасибо большое. Вам большое спасибо. Это все, это все просто? Да. Большое спасибо. Егор, мыслителя, для меня это, конечно же, работа, которая поразила мое воображение. Егор подарил одну из маленьких скульптур мне. В общем, прошла двухчасовая съемка, наша авторская такая программа, интересно, называется «Место встречи». И сегодня у нас герой, известный скульптор Егор Кислицин. Я думаю, что получилось интересно. Чем вас впечатлил Егор Геннадьевич? Вы с ним давно уже знакомы в данный момент? Давненько меня впечатлило, поэтому мы и здесь. Просто мы каждый раз находим новые грани, что ли, нашей встречи, да, мы делали студийные версии. Мы уже когда-то приезжали сюда, но сегодня такой новый интересный формат, экскурсии, скажем так, я думаю, будет очень-очень интересно. Пожелания Вашей Геннадьевича? Развиваться, цвести, конечно же, находить какие-то новые источники вдохновения, потому что, мне кажется, это большой такой кропотливый труд, который, безусловно, очень важен для нас, для нашей области. Не только для того, чтобы сделать какую-то креативную, интересную передачу, но в целом, мне кажется, вот попадая сюда, это какой-то иной такой мир, очень интересный, очень наполненный. И вот даже я сейчас, несмотря на то, что у меня были многочасовые сегодня съемки, я как бы немножечко подустала. Вот здесь какой-то чувствуется бешеный прилив сил, который мне сейчас поможет сделать эту передачу на таком достойном, хорошем уровне.